Я снова рад приветствовать тебя дорогой друг канала час ремонта, в этом выпуске я покажу тебе лучшие модели аккумуляторных светодиодных фонарей. На первое место встает модель от марки навигатор, традиционный фонарик с базовыми функциями прожектора и кемпинговой подсветки, без лишнего функционала и хорошим балансом цены и качества. Основной фонарь-прожектор находится на торце, состоит из 12 светодиодов и с помощью фокусировки создает луч с возможностью освещения дистанции до 50 метров. Маневрирование лучом выполняется с помощью ручки на корпусе. На нижней части есть откидная панель, под которой скрывается еще 18 светодиодов. Эта панель работает в режиме кемпинга, освещая мягким и ровным светом пространство, например палатки. Корпус фонарика в какой-то степени защищен от пыли и влаги, соответствует классу IP33. Легкий дождик выдержит, но в речку его лучше лишний раз не окунать. Аккумулятор небольшой, что помогает сохранить баланс между автономностью и весом, емкость составляет 1100 мАч. Этого хватает плюс-минус на 7 часов непрерывной работы. Заряжается через кабель от сети 220 вольт. В общем, простой, неприхотливый и понятный фонарик для самых разных ситуаций. Обойдется примерно в 600 рублей. Если найдешь модель себе по душе во время просмотра, то загляни в описание, там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Плюс промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место попал еще один фонарик от марки «Навигатор» и ориентирован он на кемпинг и туризм. Выглядит соответствующая конструкция вертикального форм-фактора, позволяющая как подвешивать фонарик, так и устанавливать его на столе или любой другой горизонтальной поверхности. Более оптимальный вариант, конечно, это подвесить его к потолку палатки за специальный крючок, который, кстати, легко переставляется с нижней части на верхнюю. Большую часть поверхности корпуса представляет из себя зона свечения с 50 светодиодами по кругу. Таким образом получается мягкий рассеянный свет, равномерный со всех сторон. На корпусе есть всего одна кнопочка для включения, она же управляет режимами. Режимов три. Полная яркость 50% и 20%. На пике выдает световой поток на уровне 360 люмен. Батареи емкостью в 2000 мАч хватает примерно на 20 часов. Заряжается через USB, поэтому энергию фонарика можно восполнить откуда угодно. Главное, чтобы был традиционный USB Type-A выход. Обойдется модель примерно в 1000 рублей. Не забудь подписаться на канал час ремонта, свежие выпуски с подборками новинок и актуальных предложений товаров для дома, дачи и сада выходят здесь регулярно. А еще поддержи меня своим лайком и комментарием. На третье место нашего с тобой рейтинга становится модель ERA RA806. Внешне выглядит как гибрид классического фонаря-прожектора и кемпингового. На торце стоит всего один мощный светодиод, создающий луч, добивающий на расстояние до 300 метров. Направлять его в нужную сторону поможет удобная ручка. Корпус опоясывает набор светодиодов в количестве 60 штук. Часть из них белые, часть красные, могут светить в режиме полной и половинной яркости. За счет кругового размещения светодиодные панели создают мягкое и ровное освещение. Корпус позволяет установить фонарик на торец или подвесить за крючок к потолку. Заряжается через USB кабель, батарея емкостью 3000 мАч. Можно использовать фонарик как пауэрбанк, делясь энергией, например, со смартфонами. Корпус в меру защищен от пыли и влаги по классу IP54. Погружать в воду не стоит, а вот дождик выдержит. Стоит модель около 900 рублей. На четвертом месте модель от марки Космос. Своей конструкции немного похожа на предыдущую, только боковая световая панель не по кругу, а с одной стороны. Основной фонарь-прожектор тоже имеется, с дальнобойным светом на 400 метров. Установив модель вертикально на любую подходящую поверхность, получаем кемпинговый светильник. На заднем торце есть два вида разъемов для зарядки от сети 220 вольт и от бортовой сети автомобиля. Аккумулятор емкостью 4400 мАч способен работать около 12 часов. Корпус защищен чуть получше, чем предыдущие модели по классу IP55. В общем, универсальная модель для туристов, охотников, рыбаков. Стоит около 1100 рублей. На пятом месте Эра Арей 801 Практик. Фонарь предназначен для путешественников, туристов, рыбаков, охотников, а также пригодится строителям или спасателям. Корпус прямоугольный, покрыт мягким материалом, спасающим от физического повреждения. На нем предусмотрено несколько механизмов крепления в зависимости от ситуации. Можно просто установить на торец на любую подходящую поверхность, подвесить за крючок или закрепить на металле при помощи встроенного магнита. Светодиодная панель размещена с одной стороны, выдает световой поток на уровне 400 люмен. Добивает на расстояние до 40 метров. И хотя батарея установлена емкая на 6000 мАч, хватает ее всего на 8 часов. При этом можно использовать фонарик как пауэрбанк. От воды корпус практически не защищен, соответствует стандарту IP40. За счет покрытия, возможно, под дождем продержится, но лишние водные процедуры ему противопоказаны. Обойдется модель примерно в 1400 рублей. На шестое место встает фонарик от марки Glanzon, крохотный малыш с очень яркой светодиодной панелью. Световой поток заявлен в 500 люмен, светит действительно ярко. На корпусе есть карабин, магнит, небольшая подставка. То есть закрепить фонарик можно где и как угодно. Сделан корпус, частично из пластика, частично из алюминия. Способен эффективно работать в довольно широком диапазоне температур от минус 40 градусов Цельсия до плюс 50 градусов Цельсия. Также не боится дождика и пыли, защита соответствует стандарту IP44. Режимов три, полная яркость, 50% и стробоскоп. Ввиду компактного размера батарея здесь тоже установлена весьма скромная, всего на 500 мАч. Хватает ее примерно на 20-30 минут в зависимости от обстановки. Поэтому для дальних вылазок этому фонарику понадобится пауэрбанк или любой иной источник энергии. В качестве длительного источника света его, конечно, использовать не получится. Но что-то подсветить в темноте, чтобы найти путь или вещи, подходит в самый раз. Тем более фонарик относительно доступен, обойдется примерно в 260 рублей. Ну и завершает рейтинг немного выбивающаяся из общей концепции модель от Китфорд. Это компактный комбайн, который не оставит тебя без света и музыки даже в самых отдаленных местах. В первую очередь, благодаря встроенной телескопической антенне, это чудо инженерной мысли может ловить радиосигналы в диапазонах AM-FM. Во-вторых, это все-таки фонарик. Свечащих Зон 2, сфокусированная линзой для дальнего света и откидная панелька для кемпингового режима. Что касается энергии, то емкость встроенной батареи составляет 2000 мАч. Заряжать ее можно традиционным способом по проводам, если рядом есть источник. А если нет, поможет солнце. На верхней панели есть фотоэлемент. Заряжает, правда, медленно, но тем не менее энергия восполняется. Если и солнца нет, то ситуацию спасает миниатюрная динамомашина, то есть предусмотрена специальная ручка, вращая которую можно зарядить батарею. Если нет желания крутить ручку, то можно воспользоваться резервным комплектом батареек типа ААА в количестве трех штук. Главное, не забыть их установить перед поездкой. Помимо всего прочего, модель может и сама делиться энергией с другими устройствами. Так что это максимально автономная и полезная штуковина, где-то вдали от цивилизации. Стоит около 3200 рублей. Если в процессе просмотра ты нашел модель себе по вкусу, то загляни в описание, там есть все необходимые ссылки и промокод. Подпишись на канал Час Ремонта и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас пока, приходи на следующий выпуск.